Всем привет! В этом видео я хочу показать iOS 9.3 Beta 1 на iPhone 5s, а именно показать скорость работы данного устройства на данной версии iOS. Итак, поехали! Первым делом, что мы сделаем, это зайдем в настройки и посмотрим версию iOS. Основные об этом устройстве. И перед нами iOS 9.3 и номер сборки данной бета-версии. Назад. Давайте еще заделаем явление ПО. Установлю на новейшее ПО iOS 9.3. Теперь поменяем обоину еще в настройках. Так, снимки. Так, закрываем настройки. Теперь запустим приложение музыка. Так, запустилось приложение музыка. Открываем про листы. Радио. Коннект. Запустим поиск. Клавиатура выкатилась нормально. И полистаем, откроем какую-то песню. Полистаем. Нету ли каких-то подвисаний в анимации. Как видите, все работает хорошо. Итак, выкатим. И еще зайдем в историю. Так, нажимаем готово. Так, ну, к примеру, вот эту еще вкладочку. Вот так у нас работает приложение музыка. На iOS 9.3 и бета-1. Все отлично. Откроем приложение фото. К примеру, зайдем в панорамки. Закроем. Назад. Закрываем фото. Фото нормально. Safari запустим. Первым откроем сайт Apple. Очень быстро загрузился. И откроем сайт Евроспорта. Так, позакрываем теперь эти вкладки. Все очень плавно. Никаких подвисаний. Телефон. Откроем App Store. Кстати, App Store очень быстро загрузился. Топ-чарты, к примеру. Беско что? Не бесплатные. Так, Viber, к примеру. Вот так откроем. Очень шустро, конечно, грузится. Закрываем App Store. Откроем камеру. Что-то немного неплавно перекатилось, но... И откроем еще фильтры. Закрываем камеру. Календарь. Часы. Так, теперь посмотрим еще на пару стандартных приложений, которые у меня в папочке находятся. Это вот этой папочке. Посмотрим, как папочка откроется. Вот так у нас открывается папочка. iOS 9.3.1. Откроем iTunes Store. Да, быстро загрузился. Так само, как и App Store. Откроем еще видео. Видео моментально загружается. Тем более у меня видео нету никаких. iBooks. И сейчас что-то нам предлагало там iCloud подключить. Так, топ-чарты давайте. И мои книги. Очень быстро все грузится. Давайте запустим Health. В iOS 9.3. Бета 1 появилось. Немного обновленное приложение Health. Графики немного по-другому смотрятся. Но все это я расскажу в новом видео, что нового в iOS 9.3. Так, закрываем Health. И запустим еще подкасты. Подборку. Очень быстро все погружается. Так, в принципе, Wi-Fi, как всегда, работает по стандарту. Но, наверное, что-то сделали улучшение какое-то. Мне кажется, немного быстрее, чем в iOS 9.2.1. Бета 2. До этого у меня было бета 2, iOS 9.2.1. И, честно сказать, там работало все почти идеально. Мне очень нравилось. Никаких проблем не возникало с той прошивкой. Посмотрим, как будет на 9.3. Но, по первым впечатлениям, работает все тоже шустро. Без всяких подвисаний. Так, запустим еще. Давайте iMovie. Посмотрим, как быстро он загрузится у нас. Он моментально практически загрузился. Так, и еще запустим игру, вот эту. PewDiePew для сравнения с предыдущими видео, как быстро она загрузится у нас. Да, быстро загрузилась эта игра. Закрываем. Так, а теперь выкатим нижнюю шторку. Так, нижняя шторка вроде не подлагивает. Смотрим. Выкатываю вот так. Немного медленно. Мне кажется, нормально. Выкатывается, не подлагивает. Давайте верхнюю шторку. Так, что у нас здесь? Посмотрим, как подгрузились виджеты. Все нормально. Свайп влево. Переложение Siri. Нормально. Теперь запустим пояс Spotlight. Посмотрим, при первом открытии будет подвисать или нет. Вроде идеально. Здесь подвисание открылся. Раз, два. Так, все нормально. Давайте запустим теперь MADZ клавиатуру. Посмотрим. Вот так помотаем. Посмотрим, нет подвисаний. Все листается идеально. Никаких подвисаний. В принципе, в настройках нет смысла, наверное, отключать передложения Siri. Нет, ну в принципе, их можно отключить, чтобы они не мешали. Ну а так, как видите, пояс Spotlight пока не подвисает при первом открытии, когда у нас есть передложение Siri. В предыдущих видео я убирал, это в основные. Так, пояс Spotlight и вот это предложение Siri я убирал. И вот так у нас выходит вообще быстро, шустро. Так, запустим теперь тест на дрожащие иконки. Все работает отлично, никаких подвисаний. Так, теперь запустим Siri. Привет, Siri. Привет. Здесь никаких проблем, тоже все работает отлично, быстро. Так, вообще нормально работает AS9.3. Так, теперь запустим много задачность. Вот так у нас загружается все. Очень шустро. Позакрываем, полистаем. Кстати, как-то быстро листается, вроде так быстро не листалось. Может увеличили скорость анимации. Ого, как быстро. Да, вроде так не листалось. О, чуть-чуть подвисло вроде. Оно еще разок. Ого, очень быстро листается. Или это и так и было. Но мне кажется, что это увеличили скорость листания. Пишем в комментариях так или нет. Закрываем. Вот так у нас работает многозадачность. Так, это на самуе черное, это не бах. Так, теперь давайте заблокируем наше устройство. Посмотрим на скорость работы Touch ID. И так, вот такая вот у нас iOS 9.3 Beta 1 на iPhone 5s. Все работает отлично. Никаких подвисаний в анимации нет. Все плавненько. Красивенько. Так же, как и в предыдущей версии iOS 9.2.1 Beta 2. Там у меня работало все хорошо. Отлично. Я неделю пользовался той Beta-версией. И был очень доволен. И думаю, в скором времени выйдет уже финальная версия iOS 9.2.1. И все можно уже будет обновляться на ту версию. И ждать уже iOS 9.3, когда она выйдет у нас. А так, я доволен первой Beta iOS 9.3. Все работает хорошо, плавно по скорости работы. И в следующем видео я еще покажу вам, что нового добавили в данную версию iOS 9.3. И если это видео вам было полезно, понравилось, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Спасибо за внимание и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok